Привет, студия! Это Ужгород, самый европейский город Украины. В пределах 20 километров сосредоточены границы Венгрии, Польши и Словакии. И сегодня мы расскажем вам об особенностях жизни под забором Евросоюза. Вот, например, эта улица заканчивается уже в Словакии. Самое интересное, что маршрутка в ту сторону стоит 4 гривны, а назад уже 4 евро. Крайние 20 километров дорог со стороны Евросоюза специально делают похуже, чтобы переход к украинским реалиям был хоть немного плавным. Также на этой улице находится наш аэропорт. Взлетая с его полосы, рейс Ужгород-Киев на 20 секунд залетает в воздушное пространство Евросоюза. Ровно эти 20 секунд пассажиры с высоты птичьего полета могут наблюдать, как живут люди. И самое сложное для пилота этого самолета – перебороть себя и повернуть назад на Украину. А это рынок краснодонцев. Он знаменит тем, что больше половины его покупателей – европейцы. Только здесь они могут купить себе оригинальный костюм «Адидас» всего за 8 евро. Хозяин этого рынка – мэр нашего города. И не секрет, что мэр Ужгорода одевает Европу. И раздевает Ужгород. У нас все ездят на словацких номерах, потому что вот такой «Мерседес» стоит там 1000 евро. А «БМВ» – такие дешевые, что с них продают картошку на базаре. Но есть нюанс. Каждые 5 дней нужно пересекать границу. Поговаривают, что даже есть такая секта – пересеканты пятого дня. Украинцы думают, что на одну зарплату учителя нельзя купить автомобиль. Давайте посмотрим, сколько вот такая малышка стоит на словацком автобазаре. Такое впечатление, что заводу «Автозаз» было бы выгоднее не собирать автомобили, а просто покупать их в Словакии. На Закарпатье очень популярна контрабанда сигарет. Еще популярнее контрабанда древесины. Но дерево не так выгодно, как сигареты. В связи с этим закарпатцы зарабатывают в основном в евро. Поэтому мы тут на Гонтареву молимся. Географически Ужгород ближе к 12 европейским столицам, чем к Киеву. Но если честно, у нас никогда не было желания стать частью другой страны. Посудите сами, в какой из европейских стран кто бы нам разрешил так мутить на таможне? Это были Игорь и Саша из Ужгорода. И как говорят наши соседи, до видения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!